Доброго времени суток всем хорошим людям! Зовут меня Андрей Ермолкевич. Приветствую вас в своей мастерской в гараже. Сегодня буду делать простую, но полезную штуку, которая позволит мне более-менее комфортно пользоваться благами информационной цивилизации. Ну, значит, вот небольшой обрезок закрепил я шурупами на столе станка с ЧПУ. Установил вот такую вот фрезу ротис 6-миллиметровую спиральную. По поводу скидок на ротис и вообще на весь ассортимент сайта Тул Директ можно почитать в описании к этому видео. Сейчас буду запускать и этот аппарат, ну и будет он мне вырезать необходимые детальки. Вот такие вот две детальки у меня получились. Буду сейчас изготавливать третью. Установил я дощечку, ну и буду сейчас опять все это дело запускать. Вот такая вот деталька получилась. В итоге получилась вот такая вот конструкция. Вы скажете, ну, в общем, ерунда какая-то, но будете не правы, потому что вот это вот плод долгих, мучительных экспериментов, проведенных лично мною на протяжении, ну, скажем так, нескольких лет. Потому что вот это вот держатель для роутера, который раздает интернет в моем деревенском доме. А вот тут вот стоит флешечка. Ну и, в общем, путем долгих экспериментов было установлено, что лучше всего эта вот флешка ловит, когда роутер находится в таком вот положении. Я знаю, что можно взять удлинитель USB, там троллевали, но там качество сигнала теряется. Я пробовал. Значит, ну и, соответственно, что можно делать? можно вот так вот делать и производить тонкую настройку на станцию базовую которая видна у меня со второго этажа из одной комнаты поэтому вот тут вот немножко повыше чтобы можно было и на подоконник поставить эту конструкцию и местом столик типы журнального можно на нее поставить немножко задвинуть внутрь комнаты чтобы солнце не падало на вот этот вот роутер и он не перегревался наверное на этом и все на самом деле этот ролик тоже своего рода эксперимент но секретный идею которого мне подсказал один из моих зрителей ну как-нибудь попозже я поделюсь его результатами а пока все спасибо за просмотр до свидания